Субтитры создавал DimaTorzok Мы творим, мы любим, мы живем, мы вместе Добрый вечер! Добрый вечер, друзья! Давайте друг другу поаплодируем! Уникальное событие! Я, с одной стороны, несколько нервничаю Потому что за последние два года, к сожалению, мы не так часто с вами встречаемся Оффлайн Чаще это было онлайн, мы к этому как-то привыкли И, в принципе, для того, чтобы проводить мероприятие Можно было надеть только рубашку и только пиджак Все остальное это уже не так важно было Поскольку снимались мы исключительно вот так Я уже озвучивал, что, конечно, эти последние два года Для нас, для каждого Это громадное испытание Я Иванов Константин Врач-кардиолог, руководитель Центра кардиологии А также журналист и телеведущий И, да, забыл добавить Такую сейчас приставку, которую имеют многие врачи Ковидолог То, чего два года назад мы еще вовсе не знали Когда пару дней назад мы обсуждали еще сценарий Хотя вы, разумеется, понимаете, это все экспромт Исключительно, никакого сценария Я подумал, что какое-то такое уныние Такая депрессия, что, пожалуй, одного антидепрессанта мало Надо второй добавлять Но когда мне предложили провести это мероприятие Я понимал, что я увижу своих удивительных коллег Которые проживают похожую жизнь, какую проживаю я Какую и такую же жизнь, какую проживают многие семьи Я понимаю, что это самое главное отдушина Самая большая ценность, которая по большому счету есть Их не так много, друзья Это человеческое общение и это время А вот на что мы тратим это время Это бесконечно важно И я хочу вам сказать, что мы сегодня присутствуем На прекрасной церемонии, на торжественной церемонии Награждения победителей То, что стало уже хорошей традицией И сегодня у нас будут объявлены победители Фотоконкурс медицина в объективе Затем награды найдут лауреатов конкурса Литературное чтение врачей Что, впрочем, было всегда, если мы вспомним историю И в завершении церемонии мы будем чествовать лучших исполнителей конкурса Врачи поют Все, как в лучших традициях врачей Ну, в преддверии награждения я хочу пригласить с приветственным словом на сцену Заместителя руководителя департамента здравоохранения города Москвы Елену Александровну Ефремову Елена Александровна, мы вас ждем Добрый день, добрый вечер, дорогие коллеги, друзья Мы сегодня с вами собрались по очень замечательному поводу И сегодня вот в числе зрителей С одной стороны сидят наши медицинские работники Люди, которые много лет назад выбрали для себя единственное и верное призвание спасать и сохранять человеческие жизни Но, с другой стороны, эти люди творческие Эти люди, которые любят заниматься чем-то красивым, душевным, особенным Наш конкурс мы проводим уже много лет в рамках формулы жизни Мы знаем, насколько долгожданный фестиваль формулы жизни для наших сотрудников Это касается в том числе спортивных мероприятий Вы знаете, в этом году мы Вот прошлый год нам, к сожалению, не дал проводить наши спортивные мероприятия И в этом году, когда мы проводили такой замечательный турнир по футболу Вы знаете, я видела, с какими горящими глазами приходят к нам участники И говорят, спасибо, что вы нас собрали Спасибо, что вы нам позволили проявить себя в чем-то другом И мне кажется, и сегодняшний день Это дань уважения вам Благодарность за вашу работу, за ваш труд И в том числе уважение к вашим увлечениям Непростые годы пандемии Годы, да, уже два года Для нас, кажется, уже вечностью Которая, кажется, всегда была Вот непростой период пандемии Когда вы были оторваны от своих родных и близких Когда вы, забыв себя, посвятили полностью вопросу жизни Спасения, сохранения наших пациентов И мне кажется, вот эта творческая изюминка Ваша другая художественная сторона Позволяла вам держаться вместе Потому что, несмотря на все испытания Вы продолжали петь Вы продолжали читать стихи Вы продолжали снимать фотографии Это позволило вам сохранить себя И сегодняшний день Яркий тому показатель Мы смотрим на ваши работы Мы слушаем ваше творческое выступление И мы видим мир вашими глазами Мир полной красоты, чуткости, уважения И это прекрасно Не останавливайтесь на достигнутом Растите дальше, развивайтесь Мы будем только рады видеть вас В числе участников наших конкурсов Мне хочется пожелать вам Прекрасного вечера Насладиться искусством Пообщаться с коллегами Ведь нам этого так давно И сильно не хватает Спасибо, коллеги Елена Александровна, большое спасибо И, наверное, сложно что-то добавить Пожалуй, только одно слово Добавлю к вам Это еще и гармония, пожалуй Которая так объединяет Потому что действительно Непростые годы Ну, правда, непростые При том, что медицина никогда Никогда не являлась каким-то Очень простым направлением Очень простой профессией Многие из нас уже состоялись как врачи Но, тем не менее, это был вызов И вызов это был в том числе Психологический Очень для многих Я общаюсь с огромным количеством врачей И тот момент, который говорит Про эмоциональное выгорание врача Про психотерапия Про психические проблемы Которые время от времени у него возникают Именно, наверное, те хобби И то искусство, которое у него есть Оно помогает ему двигаться вперед И первое, наверное, с чего я хотел бы начать Поскольку вот сейчас пытался вспомнить себя мальчишкой Когда мне было лет, наверное, пять Я первое вспоминаю эту пленку Которую я увидел Которую тогда еще проявляли Может быть, многие, кто помоложе Сейчас уже даже не помнят, каково это было Поскольку сейчас существуют исключительно цифры Я даже заговариваюсь, потому что это достаточно трогательно Вот вспомните, пожалуйста Вот и поднимите руку Кто из вас в детстве хотел фотоаппарат? Или, может быть, чуть позже? Ну вот, как-то очень скромно Мне кажется, что вот в течение жизни Так или иначе каждый хочет фотоаппарат Потому что вот-вот тот момент, который хочется снять Ап! А фотоаппарата нет Сейчас понятно Сейчас есть гаджеты Ты вроде бы это сделал И даже с помощью, казалось бы, этих гаджетов Мы воспроизводим какие-то фотографии Которые остаются исключительно в нашей памяти Есть другой особенный момент фотографии То, что зачастую за этим гаджетом Мы забываем фотографировать своими глазами Именно запоминать Потому что фотография Это бесконечно важно Но запоминать глазами Это куда важнее Моя история с фотографией началась достаточно давно И, конечно, наверное, она бы не случилась Если бы моя супруга, которая присутствует в этом зале Ольга Не являлась бы профессиональным фотографом Которая на тот момент не являлась профессиональным фотографом Но видела совершенно какие-то удивительные вещи При том, что всегда чудесно рисовала И как-то мы проезжаем по Ленинскому проспекту Неплохая погода, но, в общем, все как обычно И сидят птички на проводах Он говорит, посмотри, как красиво Я говорю, что там, провода помыли, что ли? Говорит, нет, птички сидят, как красиво Ничего себе И вот в разрезе через призму объектива На самом деле По прошествии много лет Человек, который стал уже лауреатом всех практически премий Я увидел, что такое отражение в фотоаппарате У меня есть, наверное, 5-6 моих фотографий В том числе одна из них – это любимая супруга Все остальное – это архитектура И, естественно, моя супруга сказала «Ну, такое!» Поэтому каким-то таким очень талантливым фотографом я себя не считаю Сейчас, к сожалению, долгое время фотоаппарат в руки не брал Но думаю, что это бесконечно важно Я для церемонии награждения хочу сюда пригласить сегодня свою супругу Ольгу Иванову Ольга, проходи на сцену Под ваши аплодисменты Ольга, как правило, как мы всегда обсуждаем Я в кадре, она за кадром Поэтому она говорит «Ты меня не будешь мучить вопросом?» Я, конечно, сказал «нет», но подумал, что да Поэтому, конечно, я на самом деле хочу спросить Конечно, исключительно с точки зрения нашей профессии Такое количество фотографий, в том числе моих фотографий Которые пронизаны болью, страхом, испытанием А, с другой стороны, смелостью, успехом, покорением Вот с точки зрения пандемии Что фотография нам оставит на будущее в историю? Вот через призму этого, через призму того, какие ты портреты делаешь людей Всем добрый вечер Ну, ты, конечно, вопрос задал достаточно сложный Вообще, за два года я заметила, что меняется взгляд людей Причем вне зависимости, я снимаю твоих коллег Или я снимаю абсолютно обычных женщин, семьи, детей Ну, дети пока не очень понимают Но подростки все равно немножечко уже Школьники, студенты, которых разделила пандемия Как вы понимаете, да, все сидят за компьютерами Друг друга не видят Люди, которые не понимают, что будет дальше Поэтому, наверное, мне запоминаются взгляды Ну, наверное, взгляд это и есть основное И ты сегодня вместе со мной Я попрошу тебя остаться на сцене Мы тогда сегодня через ролик Поскольку мы сейчас представим уже участника конкурса Медицины в объективе Посмотрим сначала ролик, а дальше уже будем представлять наших участников Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что же, дорогие друзья Медицина в объективе Под ваши аплодисменты В этом году участники присылали фотографии В одну из пяти номинаций Врачебные династии Пушистый доктор Ну как же без него Истоки профессии Глазами коллег Если бы я не стал врачом Я хочу вам сказать Что на конкурс было прислано более 250 работ И это, конечно, я полагаю, не предел Я думаю, что из года в год их будет все больше и больше Потому что фотографий становится на самом деле все больше и больше Ну а сейчас приглашаем на сцену Призеров и победителей в номинации Врачебные династии Третье место в ней завоевала Кулагина Юлия Михайловна Врач клинической лабораторной диагностики Заведующий клиническо-диагностической лабораторной Научно-практического центра детской психоневрологии Департамент здравоохранения города Москвы Проходите к нам, пожалуйста Проходите к нам Здравствуйте Здравствуйте Не убегайте от нас, пожалуйста Второе место присуждается Отцу и сыну Врачам, ортопедам, травматологам Городской клинической больницы имени Буянова Ласко Федору Леонидовичу Профессору кафедры травматологии и ортопедии Медицинского факультета РУДН И Ласко Максиму Федоровичу Ассистенту той же кафедры За фотоработу Запечатлевшую эту семейную династию На фоне родной клиники Это очень круто Проходите, пожалуйста Мы вас поздравляем Тоже не убегайте А победителем в номинации Врачебной династии Стал врач-невролог Заведующий отделением Московского научно-практического центра Медицинской реабилитации Восстановительной спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы Петрова Людмила Владимировна Ее работа представляет собой Калаш из 13 портретов Представителей целой врачебной династии И наиболее точно Иллюстрирует преемственность поколений Уважаемые коллеги Подходите чуть-чуть, пожалуйста, поближе Подходите поближе Все в центр Ольга, подходите с нами С другой стороны Я вас поздравляю Наши фотографы готовы Ну, для фотографии-то, а? Надо улыбнуться? Хе-хе-хей Другое дело Спасибо большое Продолжайте Продолжайте Я думаю, что в следующем году мы непременно увидимся Спасибо большое Как-то мы сухо, друзья мои Давайте немножко веселей Другое дело Итак Наша следующая номинация Мне она нравится, честно говоря, больше всего Пушистый доктор Третье место в ней занимает Симоновский Сергей Ефимович Врач-дерматовенеролог Консультативно-диагностического отделения Московского научно-практического центра Дерматовенерологии и косметологии ДЗМ Затрогательное фото Плюшевой собачки с пластырем на голове Которая по-своему лечит малышей Отвлекая от болезненных манипуляций и процедур Нету у нас Видимо, с собачкой не пустили Но мы обязательно наградим Награда обязательно найдет своего победителя Второе место по праву разделили между собой Шевчук Юлия Викторовна Врач-ординатор, клинический фармаколог Российской медицинской академии Непрерывного профессионального образования Минздрава Российской Федерации И Краснова Надежда Васильевна Главный врач Республиканского кожного нейрологического диспансера Минздрава Чувашия Поздравляем вас Держите букетик, да, аккуратненько Удобно? Хорошо? Вот так, это прекрасно Победителем номинации стала Корнакова Ольга Сергеевна Сотрудница станции скорой и неотложной медицинской помощи Пучкова под станцию номер 6 Она прислала на конкурс трогательное фото усатого помощника Который несет службу на станции скорой помощи Ну это же прекрасно Заходите, пожалуйста Я вас на самом деле от всей души поздравляю Потому что мы прекрасно знаем, в том числе и как врачи Что животные могут сделать в жизни человека И как они могут помогать Я не буду сейчас рассказывать про ипотерапию Все это прекрасно, все знают Но тот заряд позитива, который они дают Наверное, у них бывает зачастую чуть больше, чем даже дают люди Поэтому я вас поздравляю Давайте сделаем совместную фотографию Ну как-то прям вот да У вас есть домашние животные? У кого есть, похлопайте Другое дело Спасибо большое Спасибо Наша следующая номинация Пушистый доктор Уже была А жаль Я думал, еще одна будет Следующая номинация Истоки профессии Обладательница третьего места стала Авелян Милена Валерьевна Палатная медицинская сестра Детской городской клинической больницы имени Филатова Департамента здравоохранения Москвы Она представила ироничный снимок из жизни медицинского работника Поприветствуем, ждем вас Ну, насколько я понимаю Сегодня понедельник И многие все-таки несут свою службу Поэтому, конечно, к сожалению Не все доехали Но непременно все те награды Которые вы заслужили Мы обязательно вам передадим На втором месте Юдина Юлия Евгеньевна Врач УЗД Городской клинической больницы номер 52 ДЗМ С фотоработой о первом знакомстве с медициной маленьких пациентов Проходите к нам, пожалуйста Ну и все-таки мне хотелось бы пару слов Как-то вот Скажите, пожалуйста, как пришла эта мысль вообще К этой фотографии Ну, просто у нас в колледже Подмосковье Проходит такой конкурс от нуля до ста Где маленькие дети из детского сада приходят И пробуют себя там медицина, пожарники Поэтому посмотрите на их глаза Это потрясающе То есть, по сути, вы готовите наше новое поколение Отлично Вы сейчас от нас не убегайте, пожалуйста И победителем в номинации «Истоки профессии» стала работа Вершининой Евгении Константиновны Судебно-медицинского эксперта Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Запечатлевшая очень важные моменты жизни любого врача Наставник делится опытом со своим молодым коллегой Мы вас поздравляем Евгения Константиновна Суровая фотография была, нет? Что-что? Суровая фотография была? Нет, конечно, не суровая Добрая Она запечатлела моих коллег Мы были на учебе Коллеги были из разных регионов Один с Дальнего Востока приехал к нам А второй из Ленинградской области И вот по возрасту, извиняюсь, были одинаковые почти Но один из них пришел в профессию чуть позже второго И один учил другого каким-то основам Это была случайная фотография, ребята не знали И когда я просила их разрешения выставить эту фотографию Все были очень удивлены и довольны и счастливы Ребята домой вернулись? Домой, ребята, вернулись? Конечно Спасибо большое Давайте сделаем фотографию Так, фотография Есть? Прекрасно Спасибо большое Спасибо большое В ней соревновались работы Наиболее трогательно и достоверно Отражающие будни Медицинского работника С огромным уважением и признанием Третье место в ней отдано Лалагаевой Милане Султановне Врачу-акушерогинекологу Гинекологу гинекологического отделения городской клинической больницы Номер 29 Как из красной зоны Я уже прям думал, ну где-то же он должен быть Конечно, поздравляем И первое место Большинством голосов Было отдано Иванову Дмитрию Александровичу Врачу-анестезиологу-ренематологу Городской клинической больницы Номера 15 Имени Филатова Который представил на суд зрительской жюри Психологический портрет врача-анестезиолога Это именно то По сути, с чего мы начинали Я, честно, не так внимательно, возможно, читал сценарий Но именно портрет Как мне представляется Как раз портрет врача Портрет врача-анестезиолога-ренематолога В красной зоне в работе Именно отражает то напряжение И, наверное, то, что передать очень трудно Я прав? Частично Вы знаете, это был как раз межковидный промежуток Когда мы не работали в красной зоне Поэтому, в общем-то, выражение моего коллеги Было максимально счастливым и умиротворенным То есть это была Карелия, шашлыки, да? Ни в коем случае нет Просто на тот момент наш стационар Временно был перепрофилирован под обычную работу Все были счастливы И я благодарен всем, кто оказался по другую сторону объектива в тот май Спасибо большое Давайте сделаем фотографию Спасибо вам большое Поздравляю вас Ну и следующая номинация, наверное, самая любопытная Поскольку я полагаю, что треть врачей Точно посещает в течении профессии и жизни Вопрос А что, если бы я не стал врачом? Что бы было? И следующая номинация Если бы я не стал врачом Третье место Зрительского жюри Присудила Зиминой Анастасии Николаевне Врачу-клиническому фармакологу Госпиталя Ветеран-воин Департамента здравоохранения Москвы За работу, передающую любовь Автора к музыке Поздравляем вас Поделитесь в двух словах о работе Если бы я не была врачом, я была бы скрипачкой Вы занимались? Да, я закончила музыкальный учитель Самая вторая профессия А где аплодисменты-то? Очень здорово Второе место заняла Лобанова Наталья Александровна Врач-инфекционист 7-го инфекционного отделения Инфекционной клинической больницы Номер 2 Департамента здравоохранения Москвы Ее фотопортрет В форме стюардессы Завораживает своей яркостью И смелостью Ну, я думаю, это не тот фотопортрет Который был в СИЗИ Который разлетелся по интернету Нет? Что за фотопортрет? Как идея пришла в голову? Не знаю Жила долго рядом с аэропортом И это так вдохновляло меня всегда А Гутина любите? Да Понятно Поздравляю вас Хорошо Ну и лучшей в этой номинации Была выбрана Не убегайте Не убегайте Работа Буренчева Дмитрия Владимировича Заведующего отделением Рентгенно-радиологического И радиозатопных методов исследования Городской клинической больницы Имени Ирошминцева Департамент здравоохранения Москвы Иллюстрирующая Душевное стремление автора Как отметил автор фото Если бы я не стал врачом То с большой долей вероятности Стал бы горным инструктором Работал бы с детскими коллективами Браво! Дмитрий Владимирович Ну, совершенно очевидный вопрос На лужах катаемся? Безусловно, и учу И учите То есть, все-таки есть альтер-эго, получается Давайте ко мне тогда поближе Браво! Давайте сделаем фотографию Проходите, пожалуйста Мужчину давайте посерединке А, вот так Вот так будет прекрасно Спасибо большое! Удачи всем! И еще одна номинация Которая не была заявлена ранее Но учреждается Оператором конкурса По многочисленным просьбам Проголосовавших участников Спецноминация Приз зрительских симпатий Принуждается Орджини Кидзе Зурабу Гигевиевичу Главному Университетному специалисту По спортивной медицине Департамента здравоохранения Москвы Заместителю директора Московского научно-просительского центра Медицинской препятствии Восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения За фотоработы, наполненные смыслом И сопровождающие их авторские стихи Которые не остали равнодушным зрителям Мы, конечно, вас знаем очень давно И я лично вас поздравляю Будете продолжать? Ну, скажу пару слов Конечно Я приветствую всех Кто сейчас собрался здесь Может быть, даже кто-то не смог приехать Ну, эти встречи, которые мы сейчас начали Здесь все-таки Мне здесь уже знакомые лица Приятные Очень хорошо, что мы все-таки иногда собираемся Что мы позволяем себе И вот когда мы говорим о красных зонах Скорее бы, они бы в зеленый, в синий Как этот синий зал превратились бы Побыстрее бы Будем просить Господа Бога Чтобы побыстрее нас избавило от этих Страшных, страшных напастей Которые на нас навалились На всю землю Я приветствую всех Анти и запрививочников Потому что я думаю, что за больше нас Нас больше Я вас люблю Спасибо большое Их сюда не пустили Спасибо большое Прекрасные фотоконкурсы Дорогие друзья Я хочу сказать, что Это совершенно чудесная инициатива Которая делает департамент здравоохранения Москвы Это помогает в том числе развиваться Молодежи Развиваться врачам То, что мы уже говорили Не выгорать А где-то даже стремиться к лучшему Потому что мир стремительно меняется Все чаще и чаще Через наши программы Которые мы говорим Про здоровый образ жизни Про те спортивные мероприятия Которые в том числе проводят врачи Которые мы, собственно говоря, возвращаемся Вот мы сейчас вспомнили футбол А я прекрасно помню Как восьмидесятые Ну как я прекрасно помню Со слов отца, разумеется Но я помню Как больницы С больницами играли в футбол Лично я еще помню Свои студенческие годы Рниму Сейчас это Рниму, Пирогову Как мы сражались В большой теннис И на самом деле Все это сейчас возвращается Это прекрасно Какие-то концерты Какие-то музыки Я сам закончил музыкальную школу Тоже по классу скрипки И когда вот сейчас услышал Мне просто какое-то время Казалось, что все это вымерло Как выжженное поле Как будто этого нету Больше ничего Но оказывается Есть И это прекрасно И особенно прекрасно То, что Это остается В медицине Потому что люди в медицине Я абсолютно убежден Они многогранные И когда есть желание Они готовы Свернуть горы Эти аплодисменты Вам, дорогие друзья Перед представлением Победителей Следующего конкурса Я хочу вам представить Нашего изумительного Саксофониста Андрея Кеткина Андрей Ваш выход Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Добавил 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 субтитры Алексею Дубровскому Андрей Кеткин Ваши аплодисменты Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому 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 Под Ваши бурные аплодисменты Андрей Кеткин! Браво! Ну а на эту сцену я хотел бы пригласить Кирилла и Алену Проходите, берите микрофоны, пожалуйста, под ваши аплодисменты Нам даже дали немножко света специально для вас, звезды Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому То, что заставит все боли утихнуть, ищет в сомнениях и в мытарствах Он, как художник, с тонкую кистью скальпель использует тонко, умело, только не над мольбертом чистым, а по человеческому телу Он, как фотограф, кнопкой затвора, жизни текучей ловит мгновения Больше того, в лучшую сторону он направляет жизни течения Врач не профессия и не работа Можно сказать, что творец он здоровья Скальпель, лекарства, не вся забота Ими он лечит, но лечит с любовью Браво! Спасибо большое! Спасибо большое! Мне очень понравилась концовка, потому что там прозвучало слово «любовь», которое так или иначе ассоциируется со словом «слово» Именно последние два года показали, насколько ценно может быть слово Два произнесенных неаккуратных слова могут обидеть пациента или родственника Одно слово, но произнесенное в другой интонации может воодушевить и вселить веру Я уверен, что среди врачей не будет того поколения Уж простите меня, тиктокеров и инстаграмеров Которые не будут знать, кто написал «Герои нашего времени» и «Отцы и дети» Это все-таки не про нашу профессию И традиционно известно, что огромное количество писателей вышли именно из медицины И для вручения призов победителей конкурса «Литературное чтение врачей» Позвольте мне пригласить директора дирекции по координации деятельности медицинской организации Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сергеевича Безымянного, которого все хорошо знаете Алексей Сергеевич, я бы хотел, чтобы вы мне сегодня помогли немножко И у нас сегодня есть ряд номинаций И я думаю, что есть смысл вместе их поздравить Итак, первая номинация конкурса «Литературное чтение врачей» Называется «Исполнение произведений известных авторов» Поэзия Третье место в этой номинации занимает коллектив «Госпиталя ветеранов войн номер 2» Врачи и медицинские сестры прочитали проникновенное стихотворение Александра Твардовского «Я убит под ржевом» Награду получает старшая медицинская сестра организационно-методического кабинета Елена Александровна Баранова Ваши аплодисменты! Проходите, пожалуйста На самом деле это очень трогательное прочтение Очень непростого произведения Спасибо вам за это большое Спасибо в том числе за память Это очень для всех нас важно Второе место Заветный диплом И эту прекрасную награду получает Заведующий инфекционным отделением Врач-инфекционист Инфекционно-клиническая больница номер 1 Департамента здравоохранения города Москвы Гусева Галина Дмитриевна И стихотворение «Серые глаза» Рассвет Ярда Киплинга Уху! Вот прям слышится прям А давайте как-то вот Уху! Вот как-то так Мы не так часто встречаемся вместе, друзья А то будем потом за компьютером сидеть И говорить там Ху-ху! Поэтому давайте чуть повеселей Ну а первое место Достается Научному сотруднику Отдела микрохирургии уха Научно-исследовательского института Оториноларингологии Ух! Произнес Имени Свержевского Департамента здравоохранения города Москвы Гаровой Екатерине Евгении Которое прочитало стихотворение Евгения Евтушенко «Женщина. Особенное море» Екатерина Евгеньевна Ну как-то я, вы знаете, не могу пройти мимо А что для вас такое «Женщина. Особенное море»? Я не могу ответить Екатерину Евгеньевну Она не смогла приехать к нам, поэтому я ее заменяю Вы спросите А потом Давайте созвонимся Я хочу узнать Договорились? Спасибо большое! Давайте сделаем фотографию Давайте вот сюда в центр Эхей! Эхей! Вот так куда веселей Да, конечно! Да, Алексей Сергеевич! Дорогие друзья, коллеги! Мы с вами не так часто собираемся для того, чтобы поздравить друг друга Тем более среди вас столько творческих людей, которые поют и имеют уровень Различные другие таланты И мы по Инстаграм, кстати, видим Как они друг другу демонстрируют, реализовывают и радуются И спортивные в том числе Но сегодня не спортивные, сегодня творческие мероприятия Хочется порадоваться за всех нас Потому что мы действительно боремся с ковидом Мы боремся с другими заболеваниями И стресс, который сопровождает всю нашу жизнь И нужно что-то с ним делать Либо заниматься спортом Либо, как известно, гормоны стресса Лучше всего снижают творческие реализации Это пение, написание картин, чтение стихов Хочу пожелать, чтобы вы никогда не унывали, не останавливались И всегда продолжали развиваться Ходили на концерты, пели И несмотря на никакие события Какие бы тяжелые пациенты в вашей жизни не были Вы всегда приходили домой и искали мгновения Для того, чтобы порадовать себя Порадовать своих близких Потому что если у вас будет хорошее настроение Вы будете его передавать своим пациентам И у пациентов будет настрой на выздоровление Это очень важно Спасибо вам большое И я поздравляю победителей этого конкурса Не только тех, кто занял призовые места Третье, второе, первое место Но и всех тех, кто в этом конкурсе участвовал Потому что я считаю, что вы все победители Спасибо вам большое Поздравляю Спасибо большое Алексей Сергеевич у нас, как всегда Человек, у которого нет даже пяти минут Поэтому, конечно, мы его отпустим И дальше продолжим нашу церемонию Спасибо большое Проходите, пожалуйста Итак, переходим ко второй номинации Исполнение собственных произведений Я хочу сказать, кстати, что за последние пять лет Врачи, на самом деле, стали активно писать Потому что есть разные литературные премии Их стало больше И, на самом деле, те произведения, которые я вижу Ну, они уже, пожалуй, где-то даже близки к Чехову Это восхищает, честно говоря И те автобиографические вещи, которые чаще мы видели Все-таки на Западе От нейрохирурга, которого мы прекрасно знаем От кардиохирурга Сейчас такие же автобиографические произведения Появляются у нас Почему это важно? Я хочу от себя сказать От лица Потому что в них истина В них прозрачность И в них правда И очень здорово, когда наши дети Их могут прочесть Конечно, не в 13 лет рановато Лет в 15-16 Но там В чем суть этих произведений? В том, что благородная ли профессия? Нет сомнений Сложная профессия? Да Но то, с чем сталкивается врач в начале пути То, с чем сталкивается нейрохирург Даже уже опытный И многие-многие вещи, которые нередко умалчиваются В этих книгах описаны И это душа Потому что есть фабула, а есть душа И очень здорово, что мы сейчас видим тех самых писателей Даже молодых, которые готовы и способны это отразить Итак, переходим ко второй номинации Исполнение собственных произведений Поэзия Третье место в этой номинации заняла Ломова Татьяна Васильевна Психолог Психиатрическая клиника Больница номер 13 Департамента здравоохранения Города Москвы И стихотворение Осень Очень бы хотелось, конечно Увидеть ваши аплодисменты Я думаю, что на просторах интернета Через некоторое время мы непременно это стихотворение найдем И, конечно же, награду мы вручим Второе место занимает Гаврилин Алексей Анатольевич Врач-педиатр станции скорой и неотложной медицинской помощи Пучкова Департамент здравоохранения Москвы И его стихотворение Осторожно Менингит Ваши аплодисменты Знаете, у меня к вам только один вопрос Бродского любите? Нет Похоже Все этого достаточно Спасибо большое, поздравляю Первое место Достается Лободиной Ксении Вы простите, пожалуйста, если я неправильно произношу Ксении Владимировне Специалисту по связям с общественностью Инфекционная клиническая больница номер 2 Департамента здравоохранения Москвы Которая выступила со стихотворением Недомир Недомир Неправильно произнес Произносите правильно Что все услышали Все и похлопали еще больше Лободина Аплодисменты Я сегодня себя немножко вот этим усатым чувствую Который там крутил барабаны и говорил вечно аплодисменты Поэтому и подарки раздавал Слушайте, скажите мне, пожалуйста Недомир О чем это? Это антиутопия, скорее Которую не хотелось бы видеть в реальной жизни Ну то есть по сути Этим стихотворением Вы пытаетесь Убежать от реального мира? Какую-то закрыться от него? Нет Этим стихотворением Я пытаюсь открыть людям глаза И сказать о том, что Во что превратили наш мир И что не нужно Делать так дальше Это классно Это достойно ваших аплодисментов Это очень здорово К тому же в таком молодом возрасте Развивайтесь Развивайтесь Давайте сделаем фотографию Как будто мы на сессии ООН Давайте чуть повеселее Вот сюда Спасибо большое Но теперь хотя бы Хотя бы Всемирная организация здравоохранения была Поэтому спасибо большое Давайте аплодисменты проводим Друзья И в номинации Исполнения собственных произведений Проза определился только Один победитель Им стал Анищенко Ольга Ольга Леонидовна Медицинская статистика Городская клиническая больница Вересаева Департамент здравоохранения города Москвы С произведением Под названием Жажда знаний Жажда знаний Жажда знаний Ольга Леонидовна Я вас ждал Я вам честно могу сказать Потому что отрадно Когда встречаешься В этой аудитории В аудитории врачей Ученых Медицинских сестер То есть тех людей Которые так или иначе Относятся к Отрасли здравоохранению Понимаешь Что здесь Интеллект Точно есть Как вы думаете Жажда знаний С течением того Что было у вас И современное поколение Жажда знаний Стало больше Или меньше Я думаю Это неоднозначный ответ Потому что Мы видим То что мы видим Как говорил один священник Мы видим То что плавает на поверхности Не будем называть И кажется что Ничего хорошего уже нет На самом деле Золотые слитки Они всегда на дне И их трудно увидеть Но я считаю Что молодежь Есть Которая стремится К знаниям Ее очень много Вы знаете Роскошная аллегория Для молодежи Я точно думаю Что они ее запомнят Поэтому спасибо большое Давайте сделаем фотографию Спасибо Спасибо большое Мы продолжаем нашу церемонию И переходим К третьему конкурсу Конкурс, наверное Для большинства Для большинства Самый трогательный Потому что Фотография Как и картина Это Индивидуальность И искусство Его нельзя просто так Пощупать и сказать Хорошо или плохо Книжка Она для каждого своя И в каждом возрасте Она своя А вот музыка Которая Тоже безусловно Своя Это та вещь Которая нас Зачастую Вытягивает Из беды Либо Вкладывает Нужные мысли В нужное время Либо Просто дает расслабиться И дать себе Передохнуть Поэтому Мы переходим К третьему конкурсу Врачи поют Это, пожалуй Самый зажигательный По самому формату Конкурс Музыка всегда Будоражит воображение И Не дает скучать Перед тем Как узнать победителей Вас приветствует Очаровательная Алена Егорова Поаплодируем Давайте поддержим Не так робко Не так робко Зимним пальто И за ночью в свет уходишь ты Белым-белым снегом Заметает небо Мирами заслыл Оглянулся ты им Белым-белым снегом Между нами небо Я опять одна Опять одна Скоро пройдет Время белых нот А пока зима и снег идет Вам по пути Оглянулся ты Белым-белым снегом Между нами небо Я в стекле окна Опять одна Браво Браво, 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 браво Мирами заслыл Мирами заслыл Оглянулся ты Белым-белым снегом Между нами небо И в стекле окна Белым-белым снегом Затаят небо Затаят небо Мирами заслыл Оглянулся ты Белым-белым снегом Между нами небо И в стекле окна Опять одна Спасибо большое, друзья! Алёна Егорова! Вот такие у нас талантливые участники! Спасибо большое! Под ваши аплодисменты! Аплодисменты! Спасибо! Когда мы говорим о музыке Я, разумеется, вспоминаю также себя Поскольку Многие впечатления у нас из детства И вот я помню, как я Мальчик, который был увлечён футболом Очень хотел и любил большой теннис Топал в музыкальную школу со скрипочкой И это было Вот каждый раз С таким трудом Всё через скрип Скрип какой-то Но Было понятие надо Как бы Вот Если ты за что-то взялся Уж будь любезен Я долгие годы потом Пытался понять Зачем? Потому что честно вам могу сказать Что я закончил музыкальную школу Причём Музыкальную школу имени Рихтера С капризом Паганини И больше я после этого Скрипку не брал ни разу В свои руки Ни разу! Но потом С течением времени Я понял Что Те Мелодии Мелизматики Интонации Произведения Это всё было уже заложено на музыкальной литературе Что музыка Она неизбежно живёт со мной При том При том что Как бы Кто-то сверху Надарил ещё и Идеальным слухом И когда кто-то поёт Я прям Думаю Надо выключить А когда на концерт нельзя выключить Это тяжело И конечно для меня Музыка Это вот именно то Что проникает Очень глубинно Очень глубинно в душу Я думаю что Если спросить у каждого из вас Сто процентов Найдётся Две-три вещи Которые будут трогать В любой момент Вашего Времени И конечно Есть люди Которые Среди врачей Сделали Если музыку Не своей второй профессии То сделали её Полноценным хобби И честно говоря Я перед такими людьми Преклоняюсь Потому что Это потрясающе Я хочу Пригласить на сцену Своего Соведущего Вы его уже знаете Это главный Внештатный специалист По спортивной медицине Департамента здравоохранения Города Москвы Первый заместитель Директора Московского Научно-практического центра Медицинской реабилитации Восстановительный И спортивный Департамент здравоохранения Города Москвы Доктор медицинских наук Зураб Орджоникидзе Ну как есть Как есть Это Правда Не первая встреча Много разговоров И Ну конечно У меня один вопрос Что музыка для вас? Ну знаете Вот когда здесь Саксофон Мне хотелось Выйти здесь Потанцевать Но неудобно Народ Неправильно понял бы Наверное Вот Ну а музыка Это Музыка Это счастье Музыка Это добро Если есть музыка Есть добро Значит Есть и здоровье наше Отсюда Все проистекает Главное быть Я уже говорил Добрым Петь Наслаждаться Вот Моя жена тут тоже Ирина Семеновна Она тоже Великолепно поет Играет на фортепиано Я у нее учился Можно сказать Всякие песенки Петь Спасибо Для меня это жизнь Для меня это жизнь Пожалуй Так и есть Знаете Я долго прослеживал На протяжении Вот этих последних Двух лет ковида Какая вещь Вот лично для меня Стала каким-то гинном Знаете Какая Let it be Вот Это вещь Которая стала лично Для меня Я вас попрошу остаться Я даже вам буду передавать микрофон Поскольку у вас есть хороший опыт Особенно потренироваться со мной Вот Будем вместе награждать Договорились? Нет Прекрасно Итак Давайте посмотрим Кто был лучшим в конкурсе Врачи поют Напомню Работы принимались в трех номинациях Лучшая авторская песня Лучшая кавер-версия И Лучший клип Помимо этого Мы объявим победителей Специальной номинации Приз зрительских симпатий Как уже было Снова и снова Мы убеждаемся Как много талантов Следи Наших Конкурсантов Итак Константин Иванов Это я, спасибо Это ты Молодец Давай В номинации В номинации Лучшая авторская песня Третье место Журавлева Марина Михайловна Врач Бактериолог Врач Государственное бюджетное учреждение Здравоохранение города Москвы Московская научная практика Это Центр борьбы с пуберкулезом Ух ты Да Да Так Где она девочка Браво Мы вас поздравляем Я хотел бы тоже начать с Константина Иванова Но думаю как-то уже не скромно будет Давай Второе место Второе место в этой номинации Вы от нас не убегайте Проходите пожалуйста Пусть все вами любуются Нет-нет-нет-нет Не уходите далеко Нет-нет Вот так прекрасно Очень хорошо Второе место в этой номинации достается Василевскому Родиону Петровичу Врачу-урологу Государственное бюджетное учреждение Здравоохранение Города Москвы Городская поликлиника Номер 134 Департамента здравоохранения Города Москвы За песню Корочку Да Поздравляем вас Ну и первое место Занимает Сулейманова Наида Даировна Доцент кафедры Акушерство и гинекологии Заведующий гинекологическим отделением Дагестанский государственный Медицинский университет Государственное бюджетное учреждение Министерство здравоохранения Республики Дагестан Республиканский центр Охраны здоровья семьи И репродукции Медицинский центр Фэмили Наида Даировна исполнила Трогательную песню Под названием Друзьям моим Ушедшим Посвящаю Спасибо большое Спасибо вам огромное Каждый из вас Каждый из вас Каждый из вас делает Наверное Прежде всего Как мне представляется Эту работу Для себя сначала Потому что это важно Потому что вы таким образом Реализуетесь Но тем самым Потом Посредством Современного Общения Все эти песни Уже могут услышать Многие и многие И на самом деле Это очень сильно Откликается В сердцах врачей Спасибо вам за это огромное Давайте встанем поближе Давайте Зураб Вы туда С той стороны Да, мы сделаем фотографию Вместе Научились Молодцы Спасибо Спасибо большое Спасибо Спасибо вам большое Мы вас поздравляем Да, конечно Я вас не отпускаю Пока Так Что же дальше у нас Значит Значит Лучшая Кавер-версия Тут было Наибольшее количество И, конечно Это Очень здорово Третье место В этой номинации Место Заняла Векуа Акакий Ревазович Врач-гематолог Государственного бюджета Учреждения здравоохранения Города Москвы Городская клиническая больница Вересаева Департамент здравоохранения Города Москвы Который исполнил романтическую Песню На иностранном языке Под названием Лав и Портофина Браво Спасибо большое Это прекрасное произведение Второе место По числу голосов Достается Финагиной Елизавете Андреевне Врачу Урологу Государственное бюджетное Учреждение здравоохранения Москвы Городская клиническая больница Имени братьев Бакрушиных Департамента здравоохранения Города Москвы Она исполнила Мелодию В горнице Поздравляем вас И первое место В популярной номинации Заняла Тетяпкина Юлия Сергеевна Врач-анестезиолог Реаниматолог Государственное бюджетное Учреждение здравоохранения Города Москвы Городская клиническая больница Имени Юдина Департамент здравоохранения Города Москвы Второе отделение Реаниманции Интенсивной терапии И недоношенных Детей Перинатальный центр И песня Останусь Ух Пока вот это все произнесешь Я думаю, что дикция Точно Выработается Я вас поздравляю Вы большие молодцы Продолжайте Продолжайте Радовать себя И продолжайте Прежде всего Радовать нас Может быть еще и клип запишите Как раз А мы на него посмотрим Давайте сделаем фотографию Спасибо большое Ну и наверное Зураб Самая красивая Как мне представляется И визуально значимая Номинация Лучший клип Это еще Видеоряд некий Давайте Встречать Победителей Третье место В номинации Каюкова Светлана Ивановна Ведущий научно-сотрудник Федерального Государственного бюджетного Научное учреждение Центральный научно-исследователь Институт туберкулеза И клип с композицией Не для тебя Мы вас поздравляем 20 минут не будем стоять Скажите, пожалуйста Как это пришло в голову Не для тебя Не для тебя Это старинный романс Который написал В 19 веке Русский морской офицер Это был Ночью перед боем Это по сути Поминальная песнь Солдата Который идет в последний бой Этот клип Это дань памяти Докторам И медицинским работникам Ушедшим в пандемию И знак Глубочайшего уважения Всем докторам Которые работают В красной зоне И так же Всем медицинским работникам Которые в дни пандемии Имеют огромное количество Массовых контактов Это врачи Приемного покоя Врачи Скорой помощи Врачи Патологоанатомы Каждое дежурство Которое они идут Они не знают Чем оно закончится И поэтому Очень хочется Всем своим коллегам Пожелать здоровья И долгих лет жизни Спасибо большое Мы вас пока не отпускаем Второе место Занимает Колесникова Ольга Павловна Заместитель главного врача По медицинской части Государственной бюджетной учреждения Здравоохранения города Москвы Городская поликлиника 218 Департамент здравоохранения города Москвы И клип на песню Расскажите птицы Какие произведения Это непростые Проходите пожалуйста Мы вас поздравляем Нет 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 Вот туда Прекрасно Вы все меня пытаетесь наградить Я так понимаю Константина Иванова как раз Я так и понял Чуть позже И наконец первое место Моряко Артем Игоревич Администратор Государственной бюджетной учреждения Здравоохранения города Москвы Городская поликлиника 220 Департамент здравоохранения Города Москвы И вот И яркий И красочный клип С московской осенью На песню Верни мне музыку Верни Откуда Такая идея Верни мне музыку Кто забрал Кто посмел Всем добрый вечер Огромное спасибо Это очень приятно стоять на этой сцене Заранее хочу выразить благодарность Организаторам этого конкурса Немножко волнуюсь Как пришла идея Большую часть своей жизни Я связал с музыкой И в такое нелегкое время Посоветовавшись с Друзьями С близкими Знакомыми С людьми Которые помогали все это делать Решили выбрать вот такую песню Верни мне музыку Потому что наверное Музыка это Тот вид искусства Который в данный момент Сможет передать любую эмоцию Ярче и лучше всего Нежели просто слова В песне порой Можно передать Огромнейший Яркий смысл Нежели вот Мы передадим его просто Как-то словесно Или просто взглядом Поэтому вот такой вот Выбор композиции И Также бы хотел Пригласить на сцену Сергея Пскунова Потому что Благодаря этому человеку Мы сделали этот клип Мы сняли этот клип Режиссер, постановщик, оператор Ваши аплодисменты И Огромную Благодарность Хотел бы выразить Администрации Своей поликнинг Отдельно Главврачу Федорику Андрею Васильевичу Сегодня пришел Поддержать Номинацию Меня Владимир Александрович Терещенко Огромное спасибо Всем кто поддерживал Кто поверил В меня Кто голосовал Не верил до конца Но я здесь Я сейчас с вами Вы смотрите на меня Я на вас И это очень круто Это самые яркие эмоции Которые я мог в принципе испытать И каждый раз испытывал Выходя на сцену Спасибо Каждый раз я вот смотрю Вы то не верили Главное что верили они Я так понимаю Что это фитюлька то не ваша Это тоже ваши ребята да Прямо сейчас снимают А то есть вы снимали Прямо вот так вот Продолжайте ребята Это очень здорово Давайте сделаем совместную фотографию Конечно Спасибо большое Организаторам этого праздника В свою очередь я Хотела Поблагодарить главного врача Которая пришла меня тоже поддержать Нателла Эдуардовна Спасибо большое Спасибо ей За поддержку В создании этого клипа И если кто его видел Мы пытались донести Мысль о том что Люди Услышьте нас врачей Услышьте нашу боль Услышьте нашу молитву Побеспокойтесь о себе И будьте здоровы Спасибо большое Спасибо большое Спасибо большое У нас фотография была Я так не буду уже Ну что ж такое Ты учишь их учишь Вот другое дело Спасибо большое Ну а мы продолжаем Ну и в заключение Вот как-то мне сейчас навеяло Верни мне музыку А я вот так Ну давайте же Похлопаем наконец Врач Акушер Гинеколог Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения города Москвы Городская клиническая больница Имени Спас Кухотского Департамент Здравоохранения города Москвы Филиал Родильный дом И кавер-версия Под названием Ты и я В родов В родов вспоможения Точно А я уже думал Что-то не то Расскажите немножко Даже любопытно Это все вам Берите 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 Пока дают Анна Алексеевна Как такая мысль вообще Откуда Хотя догадываюсь Все пришло на дежурстве Естественно Слова сочинили Буквально за час Поэтому это наша жизнь И придумывать Ничего не нужно Это наша жизнь Это прекрасно То есть это наша жизнь Спасибо большое Знаете Второе место Совершенно неожиданно Совершенно неожиданно Орджоникидзе Зурабу Первому заместителю Директора Государства Автомного учреждения Здравоохранения города Москвы Московский научно-практический центр Медицинской реабилитации И его Авторской песни Футбол Это жизнь И завершает наш список Победителем Миносян Айкваграмович Врач-хирург Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения города Москвы Городская клиническая больница Номер 17 Департамент здравоохранения города Москвы Он исполнил Кавер-версию песни Самый лучший день И занимает третье место В нашей замечательной номинации Браво, друзья! Браво! Совместная фотография Ничего не аффилированного, поверьте Все честно Деньги позже Спасибо большое! Спасибо вам большое, дорогие друзья! Проходите в зрительский зал А теперь Приятный сюрприз Специальный приз От проекта Секрета голоса Его получает Врач-психиатр Научно-практический центр Психического здоровья Детей и подростков Имени Сухарева Вы департамент здравоохранения города Москвы Ой, Сухарева Простите, пожалуйста Олег Лебедев Прошу подняться на сцену Олега А для получения приза Приглашаю к нам Руководителя Направления социального И образовательных проектов Кандидат в медицинских наук Наталью Александровну Благинину Благинину, правильно я произношу? Да, Сухарева и Благинина Все верно Дорогие друзья, коллеги Мне очень приятно Присутствовать сегодня В этом зале Очень теплая атмосфера Я хотела бы поблагодарить Создателей этого конкурса Организаторов этого конкурса Конкурс позволяет Проявить себя Самой сложной Профессией Люди могут Творчески выразиться А их руководителя Увидеть В нестандартной ситуации Своих сотрудников Как говорится Разглядеть за цифрами Человека Ну а мы Можем только аплодировать Талантом Разнообразным Песням Этих прекрасных людей Когда мы Выбирали Кто будет Нашим Призером Нашим победителем Мы Посмотрели Много Очень талантливых работ Нам Даже Было очень Как-то, знаете, сложно Мы растерялись вначале Думали, как же выбрать А потом мы услышали Песню Веселая страна Нет, не веселая Волшебная Волшебная И Когда мы услышали Песню Волшебная страна У нас стало Как-то так На душе Очень позитивно Все как-то Стало В таком Добром свете И мы подумали Что Вот Как раз Такая песня Может способствовать Перезагрузке После рабочего дня Она Дает Надежду На будущее Которая Так нужна Сейчас В это непростое Время И когда мы увидели Кто написал эту песню И поняли Что это врач-психиатр У нас стало все на свои места Мы поняли Что Это как раз тот человек Который знает Да Не понаслышке Как Нужно Заботиться О своем ментальном здоровье Как Нужно Беречь себя И Сохранять свое ресурсное состояние Поэтому Мы надеемся Что У Олега Сергеевича Лебедева Есть еще композиции И Мы дарим сегодня Возможность Записи На Музыкальной студии Игоря Матвиенко Его Песни И Проект Наш всероссийский Социальный проект Секреты голоса Будет способствовать Тому Что Ваш голос Будет всегда Безупречен Ну а на этой студии Вы знаете Наверное записываются Профессионалы Разные профессиональные группы И Будете вы Секреты голоса И Матвиенко Большое спасибо Безумно Приятно Неожиданно Я Хочу сказать Что Вот Был конкурс Если бы я не стал врачом Вот Если бы я не стал врачом Я стал бы музыкантом Я думаю Это ответ на этот вопрос Однозначный Музыка для меня Очень много значит И Ну это одна из самых Моих любимых песен Песни у меня на самом деле Не одна Достаточно много Но вот эта песня Именно позитивная Вот Поэтому я ее Выбрал Для конкурса Большое спасибо Что отметили ее Ну просто нет слов Спасибо вам большое Я думаю Что после этой студии Это не просто будет Песня Это будет Нейролингвистическое Программирование Которое нам точно Всем спасет жизнь Поэтому спасибо огромное Спасибо Ну что же друзья Сегодня мы узнали призеров И победителей Всех Творческих конкурсов 2021 года Давайте им всем поаплодируем Это потрясающе Что несмотря на тяжелое время Люди продолжают создавать что-то Что возможно Останется в истории Об этом ведь не так много Кто к сожалению Задумывается Но мы с вами Не прощаемся В музыкальной программе У нас есть гости И первый на сцену выйдут Нутрициолог Член ассоциации нутрициологов И коучей по здоровью Ведущий нутрициолог Федерального проекта Московское долголетие И автор курса О здоровом питании Алия Паташина Проходите пожалуйста На сцену Спасибо Алия Паташина И ваше Оставь и Оставь 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 Субтитры создавал DimaTorzok А помнишь, мы с тобою хотели, чтобы не ступила зима? В тот день, когда ты мне приснился, я всё придумала сама На землю тихо опустилась зима, зима Я для тебя не погасила свет в одиноком окне Как жаль, что это всё приснилось мне Зима и луна окунулась, ветер превратила в туман Значит, не ступила зима Может, помешали метели, может, предраслет и обман А помнишь, мы с тобою хотели, чтобы не ступила зима? В тот день, когда ты мне приснился, я всё придумала сама На землю тихо опустилась зима, зима Я для тебя не погасила свет в одиноком окне Жаль, что это всё приснилось мне Голос тихий таинственный, где ты? Милый, единственный сон мой Югой белую снежную стану Самую нежную сон мой В тот день, когда ты мне приснился, я всё придумала сама На землю тихо опустилась зима, зима, зима Я для тебя не погасила свет в одиноком окне Жаль, что это всё приснилось мне Алия Маташина, ваши аплодисменты, друзья, браво! Хочется сказать огромное вам спасибо за то, что вы делаете для нас Низкий вам поклон, вы делаете самое важное дело Спасаете жизни От чистого сердца огромная благодарность А вы спасаете наши микроэлементы, вам тоже большое спасибо Итак, а я приглашаю Андрея Кеткина Андрей, мы вас ждём Мы вас ждали, в принципе, долгое время вновь Под ваши аплодисменты, как-то, да, скромненько Алия Маташина Алия Маташина Алия Маташина Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Андрей Кеткин, саксофон! Большое-большое спасибо! Дорогие друзья, ну и, конечно, у нас для вас есть музыкальный сюрприз. Это совершенно замечательное творческое объединение Теамо. Встречайте, пожалуйста, ваши аплодисменты! Ваши аплодисменты, друзья! Чуть активней, а можно и не чуть! Теамо! 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 Снилось мне, что друга найду Он под руку крепко возьмет Сколько лет одна я иду Гололед, гололед Горький дым, разлук и потерь Над моей дорогой плывет Даже летом снится теперь Гололед, гололед А люди в городе гуляют по льду И не считают гололед за беду И только мне оно мешает зима А может быть я виновата сама Лишь я сама, лишь я сама, лишь я сама Поехали вместе! А люди в городе гуляют по льду И только я как по канату иду Не упади, предупреждает зима А может быть держу я это сама Лишь я сама, лишь я сама, лишь я сама А люди в городе гуляют по льду И не считают гололед за беду И только мне оно мешает зима А может быть я виновата Лишь я сама, лишь я сама, лишь я сама А люди в городе гуляют по льду И только я как по канату иду Не упади, предупреждает зима А может быть я виновата, виновата ли я Сама, лишь я сама, лишь я сама Виновата ли я Ча-ча-ча Добрый вечер, дорогие друзья! Мы поздравляем вас с замечательным событием Пусть победителей будет больше во всяческих номинациях Творческих рабочих Мы желаем вам отличного настроения, классной зимы И, конечно же, влюбляться каждый день Как бы мне влюбиться Но чтоб не ошибиться Как бы мне влюбиться Чтоб не пожалеть о том нигде и никогда Чтоб с пути не сбиться Как бы мне влюбиться Чтобы раз и навсегда Я по городу хожу, но в час травки порожу В читальнях до закрытия сижу Я листаю сонки, только небо света в них Иду в кино, а думаю одно Как бы мне влюбиться, чтоб не ошибиться Чтоб не пожалеть о том, нигде и никогда Да-да-да, чтоб с пути не сбиться Как бы мне влюбиться, чтобы раз и навсегда А кругом и там идут, люди парами идут По проспектам бесконечных городов Мимо я сидит садов, минимум азарцев, наш судов Идет любовь, красавица, любовь Красавица, любовь Как бы мне влюбиться, чтоб не ошибиться Чтоб не пожалеть о том, нигде и никогда Чтоб с пути не сбиться Как бы мне влюбиться, чтобы раз и навсегда Эй, моряк, ты слишком долго плавал Эй, моряк, я тебя успела позабыть Ты долго плавал Я теперь морской фонраву дьявол Его хочу любить Как бы мне влюбиться, его хочу любить Как бы мне влюбиться, его хочу любить Класс! Друзья, поем все вместе Вы все знаете эти песни, все знаете эти слова И, конечно же, настоящего моряка Девушкам и настоящей страстной русалке Мужчинам Об этом наша следующая песня Хорошие девчата, заветные подруги Приветливые лица, огоньки, веселый глаз Лишь мы затянем песню Как все скворцы вокруг нас Мы своими поддерживают нас Лишь мы затянем песню Как все скворцы вокруг нас Мы своими поддерживают нас Ты мет Мамела, Дамино, Булеруч Смотрим, гостап, на улице Она сказала Русская леди Мамела Поднимаясь в гору Кто опускались круто, не жит дорога наша и невидная конца И вам всегда помогут нелегкую минуту на живет Вые руки и девичьи сердца И вам всегда помогут нелегкую минуту на живет Вые руки и девичьи сердца Девчонки, давай! Поехали Sonändern И рано на рассвете, и после трудной смены Веселые запевки в нашей комнате звучат Скажите нам, ребята, скажите откровенно Было б скук, что, наверное, на свете без девчат Скажите нам, ребята, скажите откровенно Было б скук, что, наверное, на свете без девчат Фантастические девчата Теамо! Нам действительно! Вы нас не выгоняете еще? Не выгоняете, не выгоняете? Еще! Мы думали, что, может быть, надо заканчивать Но у нас есть еще одна песня в тему, друзья Любой хорошей девочке нужен классный рядом мужчина И об этом мы поем и под луной, и под солнцем И, конечно же, мечтаем о настоящей любви Чтобы твой любимый человек был всегда в твоей душе В твоем сердце Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Спасибо за это. Это было классно. Спасибо большое. Друзья мои, ну и в заключении у нас очаровательная Дарья Денисова. Дарья, ждем вас. Дарья Денисова 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 Дарья Дарья Денисова Дарья Денисова Дарья Денисова Дарья Денисова Дарья Денисова Дарья Денисова